А сегодня мы снова боевой командой Лёха на новой тачке Алена, Аня Едем Время полшестого утра В город Тюмень Снова в автосалон Аспект А все почему? Почему, Алена? Хотим с Егором поговорить Он давал слово пацана У нас есть три человека, которые попали в автосалоне Аспект О, Егор, здравствуй Здравствуй, Егор Ты людей узнаешь? Александр, Руслан, Юра Саша А в чем вопрос? Вы надули нас Екатеринбургский опыт народной борьбы С обманом покупателей в автосалонах Успешно приживается на Тюменской почве Начав с защиты прав покупателей В таких екатеринбургских автосалонах Как Роял Авто, Стрела, Золотая Миля, Гагарин, Прайм Авто Команда юристов, журналистов, блогеров И тех самых обманутых автовладельцев За год с лишним поднаторевших спорах с автожуликами И сейчас помогающих своим товарищам по несчастью Начала осваивать соседние регионы Тюменский автосалон Аспект был выбран не случайно Именно сюда из закрывшихся в Екатеринбурге Стрелы и Золотой Мили Перебрались несколько менеджеров Дизайнерским оформлением Стрелы и Аспекта явно занималась одна команда архитекторов А главное сюда перекочевало руководство Екатеринбургских автоцентров После долгих переговоров со старшим менеджером Аспекта Егором Тот согласился, что с покупателями в Екатеринбурге поступили некрасиво Сам он к этому отношения не имел, но видел наши сюжеты и помог обманутым связаться с владельцами закрывшихся автосалонов Таким образом удалось расторгнуть уже три договора купли-продажи заключенных в уральской столице А еще одни покупатели получили компенсацию на ремонт оказавшейся неисправной машины Последнее такое расторжение состоялось в офисе Абсолютбанка буквально 30 августа 26-летняя екатеринбургская фармацевт Алена Чемизова В октябре 2022 года приобрела в автосалоне Стрела автомобиль Шкода Октавия Как любая девочка, Алена была ослеплена белизной своей новой машиной И введена в заблуждение относительно величины ежемесячных выплат по кредиту Когда морок развеялся, она схватилась за голову Машина 2017 года, она была желтая и всю жизнь работала в такси Битая, крашена, перекрашена И Алена ее купила за миллион двести 30 тысяч у меня зарплата, в месяц надо было платить по 35 тысяч Чтобы это платить, мне пришлось брать еще один кредит, залазить в долги и как-то выживать Почти год Алена добивалась возврата этой покупки За это время успел познакомиться с молодым человеком, выйти замуж, готовиться родить своего первенца Но молодая семья не может выбраться из долговой ямы Ты у нас находишься в интересном положении Да, мне через месяц рожать Еще и в связи с этой всей обстановкой Денежной ситуации сложно очень было Муж отправился на СВО, потому что мы с кредитом вообще не справлялись Но благодаря Алене, благодаря Шеремету, каналу его Сегодня все сложилось и я очень рада этому А еще благодаря старшему менеджеру Тюменского автосалона Аспект Егору Который, пользуясь своими контактами, разжалобил московских владельцев Пойти навстречу беременной Алене и принять у нее испортивший ей жизнь автомобиль Возмущаясь вместе с Екатеринбургцами тому обману, который практиковался в закрывшихся автосалонах Егор уверял, что у него-то в Аспекте ничего подобного нет Никто покупателям здесь не угрожает штрафами Все машины проверяются на предмет серьезных поломок, когда речь идет об автомобилях, уже бывших в эксплуатации А оформление автокредитов происходит абсолютно прозрачно, чтобы не вводить людей в заблуждение Но стоило нам транслировать слова Егора в наших сюжетах, как сразу три его клиента заявили, что это неправда И что методы продажи в Аспекте ничем не отличаются от екатеринбургских В автосалон попал чисто случайно, заманили машиной, очень неплохой такой Потом в оконцовке, когда приехали смотреть эту машину, они насчитали на нее, то есть заманили 970 тысяч было Заманили, говорите, как понять заманили? Ну так, вот ценой Ну где вы их нашли? Позвонил менеджер 30-й Менеджер позвонил и предложил вот этот автомобиль Ну как по ней позвонил? Откуда он вас нашел тогда? Ну потому что по автосалонам ездил, смотрел машину Тюменцы Александр и Ирина Клендуховы летом этого года решили купить машину в кредит Помимо автосалонов, Александр активно изучал популярные автофорумы и сайты объявлений Своего телефона он, по его словам, никому не давал Однако вскоре услышал звонок из автосалона Аспект с подходящим ему предложением Он как бы позвонил, скинул мне вот машину, эту вот, Хундай Крету за 970 тысяч, там очень прекрасно А машину вы какую искали? Ну искал, в принципе, подобную Подобную? Не прям конкретно не было? Конкретно не было, но хорошую машину искал По конкретной цене? Да, по конкретной цене Какая цена? Ну, в пределах миллион двести Миллион двести Вот, а когда в автосалон этот приехали, они на эту машину насчитали что-то Два с лишним миллиона Ну почти, почти три миллиона По признанию Александра и Ирины, в автосалоне с ними работал менеджер Тимур Тот самый, который вешал лапшу на уши клиентами катеринбургской стрелы и золотой мили В Тюмени он, похоже, использует те же самые уловки За 970 эту Хундай Крету, не хотите ли рассмотреть туда-сюда А потом нам сказали, что якобы это выставил банк Это выставил банк, эту машину, она находится в банке И, то есть, мы, что как бы согласны брать, я говорю, ну, надо же машину все равно посмотреть Ну вот, они, как бы, ее... Машину посмотреть нельзя, она стоит сейчас где-то там, на складе каком-то или в каком-то ангаре Что сейчас они ее сюда не могут пригнать и показать Пока мы не заключим какой-то договор О каком банке шла речь, в этом случае мы не знаем Но ранее на запрос ТАУ сразу два крупных банка, ВТБ и Альфа, нас уверяли Что они не только не имеют собственных складов хранения автомобилей Но и категорически выступают против того, чтобы их будущие заемщики заключали кредитный договор До того, как тщательно осмотрят свою будущую машину и примут окончательное решение А все разговоры о том, что банки не показывают свои машины до того, пока их фактически не купят Уловки автопродавцов От банка приходит, что они эту машину продают за 2800 Так банк сообщил Нет, это они насчитали На эту машину именно банк дает нам 2800, что дешевле Потому что там накладывается еще какой-то миллион от банка Еще что-то, какие-то суммы накладываются И эта машина, которая за 970, она будет стоить 2800 Это сообщили уже менеджеры Да, менеджеры нам сообщили И так ведь банк сказал Да, сказали, что я хочу На данную машину вот такая сумма Да, она со всеми расходами, которые банк С плюшками со всеми вот этими Она будет 2800 А какие были расходы, помните? Там было что-то, машина 970 стоила Миллион какой-то банк Раз она была в залоге у банка Банк еще какой-то миллион берет И что-то, что-то еще, я уж не помню Потом не стали вникать, раз мы за такую сумму ее не собирались вообще Страховка какая-то была Страховка какая-то была Что-то там еще что-то было Смысл этой уловки в следующем Покупателя заманивают в салон Привлекательным автомобилем по хорошей цене Но по независимым от продавца обстоятельствам Цена сильно вырастает И клиент сам добровольно отказывается от этого предложения При этом на самом деле Той Hyundai Creta за 970 тысяч возможно никогда у салона и не было Но раз уж человек пришел за машиной без покупки Его вряд ли отпустят Спасут от жадных банкиров Подберут ему что-нибудь из имеющегося Пусть немного дороже, но не оставят в беде Вот, например, такая же Creta за миллион девятьсот Я говорю, как бы дорого Это я рассчитывал на такую-то сумму И на платеж мы конкретно указывали платеж Там женщина бегала Это как они Которая оформляет Кредитный специалист Да, кредитный специалист Она обсчитала нам бумажку Типа, вот вы три месяца оплатите Вот такая сумма будет А потом Пробежала, говорит, 47 будет два месяца А потом будет 27 Почему? Пройдет рефинансирование И вы будете по 27 платить 27, как бы мы с супругой посовещались А 27, как бы это нормально Ну, как бы у нас были деньги отложены Два месяца Мы эти могли заплатить То есть, когда уже все это И как-то они так документы Блин, быстренько так это все сделали Блин, красиво Пригласили нас на второй этаж А потом стали подсуливать бумаги Всяко-разно прикрывать, закрывать И в итоге-то получилось, что суммы-то совсем уже Третье Вы были вместе? Были вместе Получается, когда уже всю машину посмотрели Прокатились Вроде бы как все устроило Пошли уже наверх подписывать И как-то все уже подписывали В процессе подписания Вы читали, что подписывали? Читали, что подписывали? Ну, она нам пальцем тыкала Типа, подпиши здесь, подпиши здесь Да, напиши это Подпись здесь, подпись здесь И вы, ага, ага, все подписали И получается, по итогу Когда уже, видимо, пришли домой Увидели, что вообще другие суммы Сумма какая была по итогу? Первая 56 Платежки? Да Это первый платеж Первый взнос Оставшиеся идут Остальные идут 45 128 На сколько лет? На 8 На 8 лет И получается, она у вас По итогу сколько встанет-то? 4,5 4,5 миллиона После выхода репортажей Люди стали обращаться Три человека А ты В прошлый раз Сидел мне и говорил У нас и претензии есть к ним Сидел и даже звонил И говорил, что Что касаемо аспекта Тут мы работаем честно Я все решу Все будет хорошо Здесь не обманывают Да Давайте решать А вот машину за миллион Которую вы покупаете В Тюхе накинал за 4,5 Это реально? Почему? Какую машину вам за 4,5? Ну, дай креду я сейчас должна платить 4,5 ванн Если вы будете пользоваться кредитом 8 лет, это кредит И что? Я вам продал за сколько машину? Вы ее купили за миллион Продали за две с лишним Какая кому разница За сколько я купил машину Ну, не реально Нет, подождите, подождите Подождите За сколько я ее купил И за сколько я вам ее продал Я вам ее предложил Вы согласились? Вы меня Нас окрутили здесь Так, что нам пришлось Проплатив банку два месяца По полсотни тысяч рублей И поняв, что никакого Обещанного рефинансирования Не будет Супруги Клиндуховой Обратились в автосалон С претензией О расторжении договора Купли-продажи Но им ответили Что принять автомобиль обратно Там смогут лишь в том случае Если в нем будут выявлены Существенные недостатки Хорошо, сказали супруги И сделали диагностику Пятилетний Хён Декрета Крепление в одном месте А это Ну вот Да То есть оно не совпадает Дырка-то вот эта Разница какая Разница там Вот аккумулятор Вот аккумулятор Болтается Вот он весь на дощечке Вот он стоит На дощечке Чтобы не болтался Вот они ДТП-12 Сразу видно Очевидно Полировали, видимо, все резинки сожженные Ну-ка Валивается что-то Ну-ка, вот давай Машина За 4 с лишним миллиона Вот он, зазор увеличенный Получается, дверь смещена Увеличенный Он должен быть тоненький Да По идее, да А он получается вот Почти с мизинец Вот, да, мизинец возьмем Вот так вот Можно мизинец ставить, кстати Вот, во-во-во Мятина Во Во-во-во-во И вот так вся вмятина Смотрите, что Все отваливается Как так Как так Все отваливается Болты Царапины Подожди, сейчас Все вот это Вот так Все поснимаем Во И же, кошка драла Или кто тут драл Наверное Получается, вот Вы купили то Вы купили то Ее, что ли, вечером Или днем Вы купили ее ночью Да, ночью Ночью купили вы ее Ну-ка В 12 часов ночи Нас выпустили Только с автосалона Да? Поэтому вы не могли Эти все вмятины Трещинки Все это Вы не могли Посмотреть Бегом, бегом Все подписали машину На тебе ночью, да? И ехай Помимо перечисленного У Креты Оказался вырезан Катализатор выхлопных газов А согласно отчету Автотеки За пять лет эксплуатации Этот автомобиль 12 раз побывал В дорожных авариях И это только тех После которых Проводился ремонт Ну то что вырезан Катализатор Это 95% В автомобиле С пробегом Вырезан Катализатор Соответственно Ничего там Такого страшного Для того чтобы Как сказать Была какая-то Небезопасная Эксплуатация Автомобиля Либо он был там Нарушена Геометрия кузова Или еще что-то Этого ничего нет А что там Вот когда Вот двери Вот сбоку Там прям щель Такая толстая То что машина Битая была Криво косо Криво косо Вот даже видишь Вот эта ваша Золотая Ховал Дверь это все Ровно и аккуратно А так кривая И широкие Вот эти вот Разъемы Машина ранее Эксплуатировалась Она была в ДТП От этого Никто ничего не скрывал А то что она была Двенадцать раз битая Что-то они пробили Двенадцать раз была битая Ну было двенадцать в ДТП Но была такая машина И они приняли решение Ее приобрести А почему сумма Ты такая большая Ты выросла В два раза Больше Три раза больше Это не так Вот они Это не так же Выглядит это все Ну 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 как она может вырасти Сумма-то выросла Мы подписывали На одну сумму Просто другая Не может быть такого В принципе Как она может вырасти Есть какие-то Дополнительные продукты Банка Есть Какое-то наполнение Кредита За счет этого Она вырастает Стоимость автомобиля Как указано В договоре купли-продажи То есть Она не меняется Никоим образом То есть То что они Приехали поздно И там устали После работы Ну Я не должен думать Об этом Они должны думать О своей там Ну назовем это Безопасностью Сделки Несмотря на внутреннее Несогласие С требованием клиентов Старший менеджер Автосалона Егор Претензии тюменских Супругов Удовлетворил И сделку расторг Благодаря Вам Все получилось Все получилось У нас Ну мы конечно Благодарны Егору Что он нам Пошел навстречу Пошел навстречу Да И не отказал нам Все таки Пусть даже И таким способом Но мы очень рады В основном Мой вам совет Во-первых Никогда не ездить В автосалоны ночью Чтоб потом не грешить Что мы что-то не увидели Мы не только А во-вторых Ну хотя Супруг ваш маляк Красит автомобили И тем не менее Он не разобрал И как же так случилось Тогда каких специалистов Нужно вам нанимать обязательно Ну мы-то теперь точно Я сказала В ближайшее время Мы ничего не покупаем А если и будем приобретать То совершенно Уже теперь мы уже научимся Если что Приходите Ну ладно Тогда конкретно Уже к вам Тогда к вам придем Ко мне конкретно Приходите И мы с вами Обсудим все условия Хорошо Продолжение рассказа О невероятных приключениях Екатеринбуржцев в Тюмени Смотрите в наших Ближайших программах Продолжение следует